Ну что, начнем. Значит, мы то с вами успели за это время прочитать. Ну, то есть, как построена Гемера, на всякий случай в очередной раз напоминаю. То есть, у нас, по сути дела, идет анализ Мишны. Мишна говорит о том, что женщина приобретается тремя путями. И в связи с этим возникает целый ряд вопросов. Некоторые вопросы касаются, собственно, формулировки. Как вы помните, да, почему никнет, почему она приобретается, а не, например, макудэшит. Почему тремя путями, почему именно шалоша, а не шлоша. То есть, там Талмуд занимается поначалу выяснением, как бы, значений тех слов, которые встречаются в Мишне. После этого Талмуд переходит к вопросу о каждом вот из этих путей и о возможности минимизировать, может быть, да, хоть сказать, двумя путями, а третий вывести. Как-то они, может быть, связаны между собой. И то, что мы прочитали последнее, сугия, это сугия, которая касалась еще одного способа, который называется хупа. И по этому поводу был спор, да, есть Раби Йоси, который считает, что хупа, да, вполне является нормальным способом. Его можно вывести из остальных, но на самом деле, в общем, это мнение не общее. Что в итоге, да, можно было бы спросить, ну, и что они решили? Что они решили, они ничего не решили, да, мудрецы Талмуда как бы оставляют этот вопрос открытым. То есть, сам Талмуд оставляет этот вопрос открытым. Можно с помощью хупы или нельзя, с помощью хупы. А уже более позднейшие комментаторы, те, кто занимается выведением алахи из Талмуда, они уже соответствующие выводы делают. Мы с вами не стремимся к тому, чтобы проследить эти выводы, поскольку не изучаем Алаху, изучаем Талмуд. И для нас, возможно, важнее вывода, собственно говоря, сам вот этот факт, факт того, что здесь этот вопрос остается непроясненным. То есть, вроде бы, приводится несколько сложностей, пытались отбить, так и сяк, и так далее. В итоге, вроде бы, не отбили, и вроде бы, можно было бы сказать, что да, этот способ годится. Но и прямого подтвердения этому тоже нет. Это как бы типичная ситуация для Талмуда. Я уже об этом говорил много раз. Вот еще раз мы сейчас это видим. И понимаем, что Талмуд, сам Талмуд, да, несмотря на то, что, естественно, каждый, наверное, из этих мудрецов или все они вместе каким-то образом решали вопрос и устанавливали Аллаху по тому или иному поводу, но в самом тексте Талмуда не так часто мы встречаем какой-то конкретный аллахический вывод, то есть то, как следует действовать. Ну и еще раз повторю то, что мы видели, да, то есть то, что я описал сейчас, я описал в каком-то смысле внешнюю логику анализы Мишны, которые предлагает Талмуд. Да, сначала давайте проверим, что означает каждое из слов, почему употреблено это, а не другое. Потом давайте проанализируем те способы, которые здесь были высказаны и как они между собой соотносятся и не является ли один из них, так сказать, более базовым, чем два остальных или два не являются либо более базовыми, чем третий, нельзя ли вывести. Это внешняя логика. И мы видели, что сама по себе внешняя логика, она в каком-то смысле является скорее поводом для того, чтобы прояснить или высказать определенного рода намеки, да, то есть не прямо, определенного рода намеки, которые касаются, собственно говоря, не столько даже, собственно, взаимоотношений между женихом, невестой или мужем и женой, сколько эти намеки указывают нам на возможности символического прочтения или метафорического прочтения всех этих действий, что значит метафорическое прочтение. Это значит, что каждый из этих, каждый из способов, он наделяется определенного рода, определенного рода смыслом. Собственно говоря, вот так Талмуд, с моей точки зрения, и устроен. То есть часто Талмуд изучают, исходя вот из той внешней логики, о которой я говорил, всерьез воспринимая и квази-экзогетические, и квази-логические выкладки, считая, что это просто такой вот способ мышления, когда мудрецы Талмуда пытаются иначе прийти действительно к какому-то выводу. Я вижу это скорее как внешнюю рамку, которая позволяет организовать определенную игру значений, метафор, символов. Но сама по себе не является как бы основополагающей, самоцелью. То есть то, что кто-то хочет выяснить, почему не кнет, а не макудешит, то есть приобретается, а не отделяется. На самом деле прекрасно знает ответ на этот вопрос, а вопрос задается для того, чтобы прояснить какие-то моменты. Ну, хорошо. Значит, это то, что мы видели до сих пор. Это внешняя канва, про внутреннюю я рассказывал по ходу нашего чтения. И после того, как вот эта ситуация с хупой определенным образом завершается, решается на, как мы помним, просто своеобразным вопросом. И если уж деньги, которые после денег приобретают, то хупа, которая завершает приобретение после денег, неужели не должна тоже давать возможность приобрести женщину посредством нее? И на этом вопросе, собственно говоря, обсуждение заканчивается. Ну, здесь, видите, переводчик правильно говорит, поэтому и слов заключительной части нельзя выводить следствия. Да, следствие нельзя выводить. И мы как бы без этих следствий, в общем-то, так и остаемся. А дальше... Нет, я не то прочитал, извините, следствие здесь ни при чем у нас вот этот вот столбик, да, вот здесь. Тем не менее, можно сделать кедушин, дав их не вместо хупы, а предварительно как кедушин, то хупой, при помощи которой завершает несуин, тем более, можно сделать кедушин, даже без применения других способов, деньгами, документами или близостью. И как бы возникает вопрос, ну так можно хупой или нельзя хупой, и с помощью хупы вроде бы так это остается открытым. Но после этого, как нам правильно здесь говорит, переводчик, гемара переходит к изучению законов, связанных с обрядом кедушин, то есть теперь проясняется то, каким образом, вот у нас было сказано, что три есть пути приобретения, и теперь каждый из этих путей приобретения в каком-то смысле прорабатывается, то есть детализируется, как, собственно говоря, что значит с помощью денег. И вот отсюда мы, собственно говоря, и начинаем. Каким образом? С помощью денег. И отвечает Если он дает ей деньги или какой-то денежный эквивалент и говорит ей Вот ты макудешит, то есть ты для меня отделена, или ты мне как мауресит, ну, помовлена, или ты мне в жены, инту, это жена, ты мне в жены, так, если буквально, то она макудешит. То есть вот, собственно говоря, все, что нужно сделать. Вот у него есть эти деньги, он мне дает эти деньги и произносит определенную фразу и с этого момента она макудешит. Ну, к нашему удивлению, мы не видим ее, например, согласия, то есть нет, она должна еще сказать, что да, 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 хорошо. Ну, по-видимому, согласие было достигнуто перед этим, нам так полагают, потому что это не просто так, что человек подошел, дал деньги, говорит, ты мне макудешит, она макудешит. Наверное, была предварительная договоренность, было предварительное ее согласие, и после этого они осуществляют вот эту формальную процедуру, которая, собственно говоря, является актом приобретения или актом перехода из владения в владение, так же, как любая другая вещь, ее статус как бы меняется, так же меняется статус женщины, ну, да, после того, как совершен вот этот своеобразный обряд такой небольшой, да. Ну, хорошо, здесь мы видим три разных варианта, то есть, три различные фразы, может сказать, и, если вы помните, я говорил вам по поводу вот этого некого тумана относительно Ирусин, Кедушин, Несуин, является ли Ирусин и Кедушин одним и тем же, да, Ирусин – это помолвка, Кедушин – это тоже, можно сказать, помолвка, иногда Кедушин понимается как раз как уже, собственно, бракосочетание, а иногда как бракосочетание понимается Несуин. Все эти термины относятся к процедуе перехода женщины из дома отца в дом мужа, но иногда вот используется неодинаково. Но в нашем случае, в прошлый раз мы это тоже видели, да, в нашем контексте вроде бы Кедушин аналогичен не Несуин, а Ирусин, то есть помолвки. Он сказал ты мне, куда же, она остается в доме отца, но тем не менее на какое-то время до брака она уже считается замужней женщиной. Почему именно три фразы такие, да, то есть мы могли бы спросить по-другому, можно ли по-другому или нельзя по-другому, почему Талмуд приводит именно три. Ну, ответа вроде бы у нас нет. Талмуд вроде бы занимается иным вопросом. А валь, то есть он продолжает, да, но валь гинатна вямра ги гарейними кудешит лахар, гарейними уресит лахар, гарейни лихали инту винами кудешит. А вот если процедуру они провели таким образом, что она дает ему деньги и говорит, вот я тебе посвящена, я помолвлена с тобой или я тебе уже в жены. Тогда ничего не получается. Такого рода процедура является неправомерной и она не приводит к тому, что женщина становится накудешит. Маткиф ла-раф-папа. И ла-раф-папа приводится слова ла-ва-папы, которые атакуют, атакуют вот эту барайту, которую нам привели. Там урабанан отмечает, что нам было приведено барайтов, барайтов, которые, собственно говоря, сформулированы такого положения. Значит, если он говорит, то он дает деньги, он говорит, ок, если она дает деньги и она говорит, то нет. Ла-раф-папа атакует эту барайту и говорит, тарав-папа говорит, что барайта устроена нелогично. Что значит нелогично? Что-то такого нелогичного. Он дает деньги и он говорит, нормально. Она дает деньги и она говорит, не нормально. Ра-папа что говорит? Ра-папа говорит, что это очень странно так формулировать, потому что если у меня уже есть положение о том, что он дает и он говорит, и она если такая формулировка, он дал и он сказал, ну куда я понимаю, что если это не соблюдено, ведь здесь на самом деле две, два действия. Он дает деньги и он говорит. То есть есть передача денег и есть слово какое-то. И коль скоро у меня и то, и другое приписывается имя, тогда достаточно того, чтобы, например, она дала деньги или она сказала, и процедура была бы негодной. То есть признать процедуру негодной можно, исходя из самой формулировки «годная процедура». Если годная процедура предполагает, собственно говоря, два действия, которые должен осуществить мужчина, то если он не осуществляет их, значит, тогда она лом и кудышит. Если так, то тогда странным является концовка. Почему? Потому что в концовке говорится о том, что оба действия совершает она. И тогда наоборот, если я смотрю сам отдельно вот эту фразу, что оба действия совершает она, и это не является кедушинцем, тогда я делаю вывод, что, значит, если одно из действий совершает он, то все нормально. Да, понятно. Логика права папы. Понятно, да. То есть он говорит, что странно, что у нас сформулированы как бы противоположные ситуации, но они слишком противоположны. Зачем настолько противоположные формулировать? Потому что любая формулировка, она исключает промежуточный вариант. Промежуточный вариант – это когда одно из действий совершает мужчина, а другое – это другое – женщина. Нормально. Ну, на самом деле Талмуд не знает, что ответить. Рейша – давка, сейфа – гдэйнасва. Талмуд приходится нелегко, да. И он говорит так, что начало – это действительно точная формулировка. То есть два действия, которые должен совершить именно мужчина. А концовка приведена, ну, заодно. Что значит, заодно? Не заодно, да. Поскольку была так сформулирована первая часть, то вторую часть сформулировали не потому, что хотели дать точную формулировку, а просто для, в каком смысле, красоты, для симметрии. Это, конечно, совершенно неудовлетворительный ответ с точки зрения нормальной постановки вопроса, что если мы действительно считаем, что формулировка, как, видимо, считает Рафпапа, то есть формулировка не является случайной. Формулировка должна быть точной. Это же закон. Для этого закон нужно точно формулировать. Ну, нам говорят, да, действительно, начало сформулировано точно. Если начало сформулировано точно, тогда я понимаю, что если одно из действий совершено женщиной, то процедура не годится, да, и она не является замужней. А концовка вроде сформулирована так, что оба действия она совершает. Ну, другого ответа у Талмуда нет, говорит, заодно. Ну, хорошо, но Талмуд сам, в общем, на самом деле, не удовлетворен подобного рода ответам. И говорит следующее. Вы там из сейфа милта де сатва лали рейша. Зачем же, говорит Талмуд, борайте учить заключительную часть так, чтобы она противоречила вначале? Ну, здесь не полное противоречие, да, здесь дело не в том, что это прямое противоречие, а в том, что формулировка такова, что из нее я могу сделать определенные выводы, да, и эти выводы как раз будут противоречивыми. Противоречат не начало и конец этой барайты, а противоречат те выводы, к которым я прихожу на основании начала и конца. Ну, видите, переводчик нам задавляет. Так говорят, когда в завершении не учат ничего нового. Но не бывает, чтобы завершение противоречило начало. То есть вот это заодно, это можно было бы, если бы не возникало противоречивых следствий. А если возникают противоречивые следствия, то тогда не используется вот это самое заодно. Но так, по-видимому, полагает кто? Полагает редактор, да. У нас в прошлый раз были вопросы относительно того, редактор, редактор. И вот это все, это же редактор, да. То есть здесь нет атрибуции, кто это говорит. Но разве возможно, чтобы барайта учила в своей заключительной части, то, что противоречит начало? Это кто говорит? Это говорит редактор. Их называют также стамаим. Стама – слово просто, да. То есть неатрибутированные высказывания. Эти неатрибутированные высказывания и есть, собственно говоря, своеобразный голос редактора, который задает себе вопрос. Мы в прошлый раз видели, как-то он сам с собой ведет беседу. Ну, хорошо, значит, тогда приходится искать другой вопрос. То есть на самом деле нужно понимать это так. Когда он дает деньги и он говорит, понятно, что это кедушины, не надо вообще про это говорить. А если он дает деньги, а она говорит, то это превращается в ситуацию, как будто бы она на тна, и она дала деньги, и она сказала. Приходится выворачивать наизнанку, как бы это высказывание. То есть это высказывание теперь звучит совершенно иначе. Ему нужно добавить другое объяснение. Так. Сначала Борайта говорит, что если он сказал и он дал, то есть оба действия совершил мужчина, очевидно, что кедушин. А в продолжении как бы приводится действительно отрицание этого. Отрицанием этого, того, что он сделал, и то, и другое, является то, что она совершила одно из действий. И вот даже если он дал деньги, а она произнесла фразу, то такая ситуация превращается в ситуацию, как будто бы она дала, и она, она же и сказала. И это не считается тедушиной. Борайта сказано не так, конечно. То есть Алмуду приходится вот таким вот хитрым образом переиначить то, что сказано Борайте. Но есть и другое объяснение. Возможно, и другое объяснение. Другое объяснение кажется, на самом деле, более адекватным. В чём оно состоит? Оно состоит в том, что нормально Борайта сформулировано нормально. Но Борайта формулирует очевидный случай. Очевидный случай какой? Если оба действия совершил мужчина, то ясно, что она Микутэшет. Если оба действия совершила женщина, то ясно, что она не Микутэшет. А вот если одно из действий совершил мужчина, а другое женщина, тогда у нас возникает сомнение. То есть это сомнительный случай. Не очевидно, что я должен из формулировки Барайты делать выводы. То есть я не говорю о том, что Барайта формулирует абсолютный закон, она формулирует определенного рода случай, а случай промежуточный она не формулирует. Интересно здесь то, что само по себе мы говорим о двух действиях, правда? Если мы говорим о двух действиях, то у нас промежуточные случаи могут быть какими? Женщина дает деньги, мужчина говорит. Или мужчина дает деньги, женщина говорит. И по идее нам надо было бы калмуду, редакторам привести оба случая. А приводится только один случай такой. Случай, когда мужчина дает деньги, а женщина говорит. Он рассматривается как сомнительный. А когда женщина дает деньги, и, например, мужчина говорит, такой случай не рассматривается вообще почему-то. Ну хорошо, в общем, карусель небольшая, как всегда. Вот у нас возникла такая талмудическая карусель. Мы сегодня, вот Марка я не вижу, но мы вместе с Марком пожимаем плечами, говорим, ну что, вот эта мудрость, мудрость стал мудрой, для этого мы изучаем вот это все. Что-то так, или вот так, или вот так. Ну сформулируйте нормально, да и все. В чем, голову-то морочить. Если у вас так, то так, а если так, то эдак. То есть, по сути дела, нам в каком-то смысле показывают процесс формирования закона, или что-то в этом роде. Зачем нам показывают, да, то есть, это своеобразная кухня выводов на основе утверждений мудрецов предыдущих поколений. Вот у нас есть какие-то высказывания, и мы, типа, теперь пытаемся каким-то образом из них вывести что-то. Вместо того, чтобы, например, просто сформулировать. Ну, естественно, такого рода шаг будет сделан. Я об этом тоже уже говорил, да, и в 12 веке Маймани, Трамбам, он создаст кодекс еврейского закона, где всего вот этого не будет. Не будет всех этих, а если так, то так, а почему сказано эдак, то все. Он просто сформулирует закон и все. И тем самым вот эти все, так сказать, извивы оставит в стороне. Но если мы с вами по-прежнему помним о метафорической составляющей, то на самом деле эти два действия, они являются очень важными действиями. То есть есть слово и есть некий дар. То есть, по сути дела, процесс, так сказать, бракосочетания, процесс посвящения женщинам, мужчинам или народа Израиля, Богу, происходит за счет двух определенных действий и творческое значение, которых нам нужно осознать. Мы просто еще не до конца понимаем, что такое деньги, да, отношения, взаимоотношения между Богом и народом Израиля. То есть что за дар такой происходит, да, то есть дар или своего рода покупка, приобретение. Но слово мы более-менее понимаем, да, то есть слово должно исходить от мужчин. То есть слово должно исходить от Бога. То есть Бог избирает народ. Народ не может сказать «я буду тебе народом». То есть в этом случае народ остается, ну, любой народ может сказать «я буду тебе народом». И, собственно говоря, в истории мы видим, что многие народы на тех или иных этапах истории объявляли себя избранными или уникальными, богоносцами или сверхчеловеками, ну и так далее. То есть это мы встречали. Но, по сути дела, вот эта маленькая, казалось бы, такая казуистическая вертушка, что ли, да, которую устроил нам здесь Толмуд, говорит о том, что это невозможно. И поэтому, если мы зададимся вопросом, почему же нет такого, что женщина дает, хотя есть формулировка, женщина дает дар и еще и говорит, да, и это точно не является ничем. А в качестве альтернативы приводится ситуация, когда мужчина дает дар, а женщина говорит. То есть разделение вот этих двух актов, оно оказывается несимметричным, да, то есть мужчина все-таки дает дар, то есть можно сомневаться, да, у нас здесь говорится о том, что одно из объяснений может быть, что есть некие сомнения. То есть вот это приобретение, приобретение богом, приобретение небесами, а слова – это слова, слова женщины, да, то есть слова народа. И это вопрос, да, то есть, ну, нам говорят, что есть вариант, что это все равно не проходит, а есть вариант, что это может быть и пройдет, да, то есть это нечто промежуточное, сомнительное. То есть приобретение, которое сопровождается определенного рода даром, осуществляется богом, а слова посвящения себя богу, да, могут принадлежать и человеку. Крайней мере, это здесь высказано как один из вариантов, да, возможно, прочтения. Другой вариант такой, что это в любом случае не годится. Почему не годится? Потому что на самом деле дар и слово, они связаны, да, как там сказано, сказано, что если он дал, а она сказала, то это превращается в то, как будто бы она дала, и она же сказала. И тогда возникает, как бы, да, вопрос относительно того, они вообще связаны между собой или нет, вот эти два акта, а именно приобретение сопровождающиеся даром и слово высказываемое. И, по-видимому, и здесь тоже есть два варианта, то есть можно сказать, что на самом деле сама формулировка барайта именно такова, а именно вызывает у Рава Папы недоумение, потому что на самом деле нельзя сказать, что это два разных акта, совсем разные, да, то есть, на Рав Папа предполагает, что это два разных акта, да, давайте смирить, вот не перечислили два разных акта передачи денег, да, и слово. А можно сказать, что это происходит одновременно, то есть на самом деле они связаны между собой. Тот, кто дает, за ним следует, как бы, голос, то есть это не отдельное действие, а это составное действие, которое состоит из двух частей. Если одна часть, предположим, не сработала, да, если нет надстройки, да, то, значит, тогда это не работает, а может быть, может быть, работает, но я могу рассматривать эти два акта по-разному. Я могу их рассматривать просто как разные, и могу их рассматривать как, в каком смысле, один акт, который состоит из двух частей. Опять же, если говорить, как бы, более витиевато о вот этом метафорическом уровне, или о возможной, как бы, теологической подоплеке, то она здесь, безусловно, есть, да. Ну, например, если мы возьмем христианский вариант, да, у нас есть Спаситель, который осмысляется как Логос, то есть как Слово. А с другой стороны, здесь есть в христианском варианте, да, здесь есть Жертва. То есть Бог жертвует Словом, Сыном, Словом, и эта Жертва сопровождается чем? То есть этот Логос, он отдается, то есть он звучит, если это Логос. А с другой стороны, с ним происходит вот некое событие, да, которое можно было бы назвать смертью и воскрешением. Но с точки зрения того, кто дает, то есть с точки зрения Бога, это жертва. Я мог бы говорить о том, что это просто два разных, два разных акта, да, то есть один акт – это Логос, которым Бог воплощает или который посылает на землю, в котором воплощается, и другой – это Жертва. А могу говорить, что это одно и то же, ну, в каком-то смысле, в одном акте сочетается и то, и другое. Я почему привел пример христианский, потому что там это как бы более ярко выявлено, да, то есть это проявлено, эти вещи названы, да, в еврейских источниках и в Талмуде. У нас есть что? У нас есть Тора, но Тора у нас вроде бы проходит по линии документов, правда, у нас, как я уже сказал, с вот этим даром или приобретением. Пока на метафорическом уровне мы не очень хорошо понимаем, что это такое. Но само провозглашение, произнесение, оно понятно, да, то есть мы можем говорить о том, что еврейские традиции, да, что такое это провозглашение. Например, первая заповедь, произнесенная на горе Сина – «Я Господь Бог твой». То есть «Я Господь Бог твой» и, может быть, и означает, вот ты мне, ты мне жена, например. Или обращение Бога к Аврааму, или к Ицхаку, или к Якову, которые тоже можно воспринимать таким образом. И это будет аналогом фразы, да, аналогом вот этого самого Логоса, аналогом произнесения чего-то, что-то звучит. Ну, а с другой стороны, а с другой стороны, есть нечто, то дается в дар, с помощью чего приобретается. Что это нечто, что дается в дар? Мы могли бы сказать, что это земля, например, обетованная, да, которую Бог дает народу Израиля, вот он обещает. Он обещает Аврааму, Ицхаку, Якову, да, потомство и прочее, и землю, и, возможно, что это обещание, это в таком-то смысле и есть аналог того, что мы могли бы говорить о приобретении, о даре. И еще раз, да, снова возникает вопрос, теперь уже на вот этом метафорическом уровне. Это две разные, два разных акта, или один и тот же акт. То есть Бог говорит, я Господь, Бог твой, и я тебе дам землю и так далее. При этом происходит как бы давание, а не только произнесение, и они соединены, но с другим. Да, Илья. Да, вопрос немножко в сторону про дар. Возможно, он глупый. Земля является даром в связи с тем, что у нее есть самоценность, либо в связи с тем, что на ней живет народ Израиля? То есть что первично? Ну, судя по всему, первично как раз то, что она является наделом определенным. То есть на ней же не изначально живет народ Израиля. Да, тогда вопрос к тому, что вы сказали, что многие народы тоже считали себя избранными и дальше даже могли в этом пойти. Ну да, другим народам тоже данных земли. В чем особенность нашей земли Израиля? Нет, я поэтому специально и привел христианский вариант. То есть земля – это то, что важно как раз для истории, которая является историей библейской. В дальнейшем избранность народа, она может осмысляться независимо от земли. То есть я могу не говорить о земле. Это в каком-то смысле как раз состыкуется с вот этой нашей сегодняшней вертушкой, устроенной Талмудом. То есть если я говорю, то, например, женщина может сказать или женщина может что-то дать и стать, так сказать, макудэшем, то есть стать приобретенной. Точно так же можно говорить о том, что любой народ без всякого, да, мне не нужно, у меня есть, если я, не знаю, немецкий народ, живу на своих землях давным-давно, все нормально у меня, мне не нужен никакой дар. Наоборот, я могу сказать, что я готов там что-то принести в дар Богу, но хочу быть избранным народом. Проходит такой вариант или не проходит такой вариант? Ну, нам говорят, что не проходит такой вариант, да. Но если Бог нечто дает, а что он может дать? Вот я же говорю, вот, например, да, в христианской версии он дает отнюдь не землю, не в земле дело. А в той жертве, которая приносится, да, то есть это слово, которое опускается на землю. И поэтому само осмысление того, что же есть вот этот самый дар или этот денежный эквивалент, нам сказали, да, что это деньги или денежный эквивалент, который является, так сказать, некой стоимостью, да, то есть что-то, за счет чего может произойти приобретение. И вот это нечто, за счет чего может произойти приобретение, оно либо связано с тем словом, которое при этом произносится, либо не связано, да, это то, что возникает как бы как некое осмысление того, что нам здесь Талмуд предлагает, да, как бы два варианта. Я говорю, что это два разных акта, ну, и с соответствующими выводами, или я говорю, что это связанный воедино акт, состоящий из двух частей, и нет, невозможен никакой дар без слова, оно должно как бы, дар должен сопровождаться, сопровождаться определенным словом. И невозможная инверсия, да, то есть невозможно навязаться, да, так, так, я бы сказал, допустим, невозможно навязаться невестой долго. Правильно ли, упрощаясь сказать, что это условно есть пароль и ответный пароль, ну, вот идет там, не знаю, часовой, там, часовой стоит, вот идет пароль, ответный пароль, но если кто-то другой пойдет, для меня так звучит, что не факт, что сработает, потому что здесь не просто пароль и ответный пароль, а сочетание факторов, то есть кому, какой ситуации, что и так далее, когда все эти факторы должны сойтись, и последовательность, и субъект, и объект, тогда это работает. То есть, грубо говоря, если другой народ скажет, я тоже хочу быть избранным, и повторить то же самое, то не сработает, потому что контекст другой. Ну, не сработает, потому что нет вот этого самого полноценного, полноценной процедуры. Что мы имеем в виду, полноценной процедуры здесь, ну, вот есть вариант, есть такого рода вариант. Вариант осмысления того, что же есть эта процедура. Но в любом случае мы видим, что инициатива, по крайней мере, со стороны женщины и какие-то действия с ее стороны, они, скажем так, далеко не всегда к чему-то приводят. Хотя, как мы видим, есть сомнения определенные. То есть, когда он дает «она говорит», то один из вариантов прочтения, что, может быть, это и проходит. У нас как бы не очевидно, что это не проходит. То есть, есть сомнения. И уже не согласно закону Торы, а согласно мнению мудрецов, мы подозреваем, что здесь, может быть, и есть что-то. То есть, какие-то отношения между мужчиной и женщиной завязались. Ну, хорошо, Амар Шмуэль. Вот это здесь последняя. Амар Шмуэль, бекидошин, нотан лакесев и шевракесев, ваэмарлах, гарэй ат макудешет, гарэй ат мауресет, гарэй ат ли инту, гарэй зо макудешет, гарэй ни ишэх, гарэй ни баалэх, гарэй ни арусэх, энкам бэйт михушь. Шмуэль говорит следующее. Что касается гидошина, то есть, помолвки, или бракосочетания, то он дает ей деньги, то, что равно деньгам, и говорит, ты, вот ты посвящена, гарэй, да, гарэй-то, вот ты посвящена, вот ты помолвен, или вот ты мне в жены. Здесь вот это ли, видите, оно взято в скобки круглые, то есть, то, что в круглых скобках встречается в издании Талмуда, это, как правило, то, что не находится во всех рукописях, есть рукописи, в которых присутствует это ли, а есть, в которых нет. Почему это важно здесь, да, потому что, вот ты посвящена, не сказано мне, вот ты помолвен, тоже не сказано мне, вот ты жена, да, и поэтому это мне повисает, оно неизвестно, в некоторых рукописях есть, по логике не должно быть, но она, мяко дышит, то есть, все нормально, посвящена. Но если сказал, вот я тебе муж, или вот я тебе супруг, здесь он переводит муж, супруг, ну, действительно, иш, это, иш, иша, мужчина, вот я твой мужчина, вот я твой хозяин, если буквально, слово бааль означает, владеватель, или я твой, этот самый, помолвленный с тобой человек, и здесь такая фраза, тоже часто встречающаяся в Талмуде, формула определенная, энкам бейт михуш, буквально это звучит так, нет здесь дома для сомнений, дома сомнений здесь нет, ну, естественно, переводчик так буквально не переводит, он говорит, что нет здесь даже сомнения, и Раша добавляет, нет никакого сомнения, что она не посвящена, это Раша добавляет, да, ну, опять же, как всегда, да, вот это многозначность Талмуда, что значит эта фраза, нет здесь даже сомнения, я могу понять и иначе, да, то есть, если уж он говорит, что я твой муж, я твой этот и так далее, но тут не может быть сомнений, что она накудешит, но Раша говорит наоборот, почему он так говорит, потому что продолжение рассуждения Талмуда, если мы примем точку зрения, что нет сомнений, что она посвящена, продолжение Талмуда будет этому противоречить, поэтому Раша, собственно говоря, нас предупреждая заранее, что это противоречие возникнет, добавляет, что нет сомнений, что она не посвящена. Ну, мы как бы давайте придерживаться будем Раши в данном случае, да, поскольку в дальнейшем действительно могут возникнуть сложности с альтернативным прочтением, но это альтернативное прочтение тоже так фоном для себя оставим. То есть, что говорит Шмуэль? Высказывание Шмуэля, оно содержит как бы два аспекта. Первый аспект, который как раз связан с этими скобками, первый аспект – то, что здесь не сказано мне. Вот ты посвящена, вот ты помолвлена, вот ты жена. Это первый аспект. Второй аспект – то, что противопоставляется теперь не то, что говорит женщина или мужчина, а то, как мужчина говорит. То есть, мужчина должен себе посвятить женщину, но не себя ей. Это, если мы идем, в соответствии с комментариями Раши, это понятно. Ну, и тоже давайте сразу вспомним о возможном метафорическом прочтении. то получается, что там, где Бог говорит «Я твой Бог», и так далее, и так далее, это вообще ничего не значит. Это как бы эти слова не являются словами, которые превращают народ в его народ. У нас ведь это часто встречается. «Я буду тебе Богом», и так далее, «Я тебя поведу», «Я твой муж» в пророческой литературе. А здесь получается, что такого рода высказывания они не годятся почему-то. Он должен ее посвятить себе, а не себя ей. Да, вот такой вот нюанс. И дальше Шмуль продолжает «В Хэнберге Рушин» то же самое с разводом. Он сначала высказался про Кедушин, вот Кедушин так осуществляется, а с Герушин то же самое. И что с Герушин? Натан Лави Амарла Гарей Ат Мишулахат, Гарей Ат Мегурешит, Гарей Ат Мутерит Лихоладам, Гарей Ат Мегурешит. То есть, если он при разводе говорит ей, вот ты отослана, ты отогнана, Негурешит, это буквально Герушин или Гарейшит, прогонять. Герушин, вообще-то говоря, это, ну, можно сказать, не знаю на русском, как подобрать существительное, прогоняние, изгон, прогон, что-то в этом роде. Но, в общем, это от слова прогонять. Вот ты отослана, вот ты отогнана, или вот ты разрешена любому. и она в этом случае является действительно разведенной или прогнанной. Если он вручая Гет, говорит ей эти слова. Заметим, что здесь тоже у нас есть два действия. Нужно вручить разводное письмо и произнести. То есть, опять есть некий акт, некое действие, которое сопровождается неким высказыванием. Но если он сопровождает вот это свое высказывание, свой акт, да, это письмо, которое он вручает, сопровождает словами «Я тебе не муж», «Я тебе, я не твой хозяин», «Я не твой…» Почему-то здесь странно «Арусех». Это очень странно, да, потому что, вообще-то говоря, «Арус» это помолвленный, да, «Ирусин» это помолвка, это точно помолвка, в отличие от Кедушин, который плавает, и «Арусин» не плавает, «Арусин» всегда помолвка. И поэтому сказать, что «Я не помолвлен с тобой», это очень странно, если муж разводится с женой, как почему-то помолвка, он уже и муж ей, да, и он хочет сказать, что «Я с тобой…» даже помолвки у меня с тобой не было. Это он хочет сказать, это очень странно, то есть понятно, что у нас есть симметрия определенная, когда про Кедушин он говорил, и там нормально, «Агарени, Арусех», то есть он «Я тебя…» «Я с тобой помолвлен», потому что, собственно, помолвка и происходит. А вот при разводе сказать, что «Я не помолвен с тобой», это очень странно. И снова та же формула «Нет здесь дома сомнения». «En can't be me hush». Ну, опять же, в соответствии с комментарием Раши этот гет недействительный. То есть и в случае развода мужчина должен акцентировать не на себе, а на женщине. То есть то, что происходит, происходит с ней. Она либо посвящается, либо, наоборот, она изгоняется. Не он себя посвящает ей, и не он является тем, кто уходит от нее. В каком смысле она должна уйти от него, а не он от нее. Ну, вот такое высказывание Шумеля. И что же? «Амар ли раф папа ли абаи?» Раф папа, который и до этого тоже у нас барайпу практиковал. И теперь он говорит, обращаясь к абаи. «Лимейм рады саваршму ильядаем шеэн мухихот выхава имен ядаем». Раф папа, он все время мы видим, да, и в прошлый раз, и теперь. Раф папа говорит о тех следствиях, которые я могу извлечь из приведенного высказывания. И он говорит, не следует ли из этого, вот из этого высказывания двойного, да, про кедушин и про гершин, не следует ли из этого высказывания двойного, то, что Шмуэль полагал, что я буквально переведу сейчас, руки, которые не доказывают, все равно руки. Ну, вы видите, что перевод, конечно, совсем другой, потому что это идиоматическое выражение, действительно, оно тоже часто встречается в Талмуде и переводят нам здесь так, будто нечеткая, незавершенная речь, из которой не видно, что имеется в виду, считается как бы четкой. Ну, в общем, действительно, смысл именно такой, да, то есть вот эти руки, которые не доказывают, являются руками, имеется в виду, что если я с помощью, не обязательно, правда, речи, в данном случае речи, но сама эта фраза, она касается не только речи, то есть если у меня есть нечто, из чего я не могу сделать однозначный вывод, слово «легухиях», это, собственно говоря, доказывает, «ядаем шейн мухи под», это руки, которые не доказывают, то есть если у меня есть ситуация, с которой нет совершенно однозначного следствия, то я могу говорить о том, что тем не менее эта ситуация, даже если она не имеет однозначного следствия, я это следствие за нее додумываю, или я могу сказать, что нет, если нет однозначного следствия, то нельзя мне додумать, нельзя вывести это следствие, если оно не является однозначным. в данном случае переводчик совершенно прав, то есть слов мужчины не видно, кому посвящена женщина, вот это он обращает внимание, Раф Папа, как раз на отсутствие вот этого «мне». Он говорит, ты посвящена, ты помолвлена со мной, ты жена, со мной как раз нет, отсутствие этого «мне», говорит о том, что произнесенная фраза не точна, не однозначна, то есть можно понять ее так, а можно понять ее эдак. И тем не менее закон по мнению Шмоля такой, что он объявляет его посвященной именно этому человеку. Значит, тогда получается, что Шмуль придерживается той точки зрения, что я могу нечеткость ситуации или в данном случае высказывания каким-то образом тем не менее довершить, додумать, додумать эту ситуацию и привести ее четко. И этот вопрос задает Рафпапа. То есть Рафпапа задает о том, что смотри, вот наш Шмуль, таким образом мы видим его высказывание, вот мы приведем, приведем Барайту высказывание Рафпапа. и мне кажется, что если Раф Шмуль так формулирует, это Рафпапа говорит, то значит он полагает, что нечеткость можно как бы допилить. То есть ничего страшного. Если есть нечеткость, можно с ней каким-то образом справиться. Так ли это? Спрашивает он у Абая. А с другой стороны Вегатнан, он говорит, но с другой стороны это невозможно. Почему это невозможно? Мы ведь учили. Он приводит другую Барайту. Видите, Рафпапа очень изощренный. Но он говорит И он приводит иначе. То есть он нечеткую ситуацию отнюдь не готов дорабатывать Шмуль. Почему? Потому что вот мы учили в Мишне, что человек, который говорит ага, ага, просто ага, является Назиром. То есть для того, чтобы стать Назиром, Назарейство это обед определенный, который человек принимает на себя, не пить вина, не потреблять виноград и так далее. Значит, для того, чтобы стать Назиром, необходима тоже какая-то процедура. Человек может сказать, вот я хочу быть Назиром и так далее. Он может сказать это фразой ясной, четкой, понятной. А в Мишне говорится, что человек, который говорит ага, а что значит ага? Ну ага, я ага, то есть здесь нет такого перевода. Он становится Назиром. Но когда Талмуд изучает ту Гемару, то есть ту Мишну, эта Мишна у нас из трактата Иерусалимского Талмуда, трактат Назир, то там говорится следующее. Есть возражения? Какие возражения? На самом деле, может быть, он сказал ага, тогда, когда он вообще имел ввиду пост, например, да? То есть ага, это подтверждение и подтверждение чего-то, да? То есть возможно, что это фраза ага, да, то есть она говорит, да, я принимаю на себя, да, ок. Но что? Кто принимаешь на себя? Принимаешь на себя пост или принимаешь на себя обет быть Назиром и Шмуэль там объясняет Мишну, да, он говорит выгуши ая Назиру верли фана? Шмуэль объясняет, что на самом деле вот это ага, оно работает когда? Когда человек становится Назиром? Как нужно понимать Мишну? Человек становится Назиром только тогда, когда идет Назир, он его видит и говорит ага, мы видим, мимо него проходит этот самый Назир и тогда его высказывание становится однозначным. На языке Талмуда можно было бы сказать я дай им мухихо, то есть руки, которые доказывают. Как они доказывают? Они доказывают не самой речью, а они доказывают контекстом ситуации. И если контекст и ситуация таковы, что я понимаю, что хотел сказать человек, то тогда это и есть доказывающие руки. И получается, что Шмуэль говорит, что нам нужны как раз доказывающие руки. А недоказывающие руки это тело как бы такое, что должно вызывать у нас сомнение. Еще раз, да, я формулирую ту сложность, которую поставил Рав Папа. Рав Папа, исходя из того, что Шмуэль в своей Барайте упустил специально или случайно, или он слышал от кого-то и привел эту Барайту, которая сформулирована так, что человек говорит, ты помолвлена, ты посвящена, ты жена, а мне упускает, то отсюда можно сделать вывод, что нечеткость Шмуэлем принимается. Мы для него додумывали. А с другой стороны мы видим из трактата Назир, что Шмуэль как раз боролся за четкость. Эту четкость он обнаруживал не в самом высказывании, а в контексте этого высказывания. Вот проходит Назир, человек говорит, ага, и тогда его высказывание домысливается, исходя из этого контекста. Естественно, что мы могли бы сказать, что и в данном случае то же самое. Ответ Раву Папе мог бы быть каким, мы бы с вами немедленно составили ответ. То есть здесь то же самое. Когда он говорит, вот ты посвящена, вот ты мне жена, вот мне нет, вот ты жена, вот ты помолвлена, вот ты посвящена. Поскольку никого другого нет, то мы из контекста понимаем, что речь идет о том, что она ему помолвлена становится его женой и так далее. то есть вот этот контекстуальный момент или ситуативный, то есть необходима ситуация, которая дополняет слова. То есть какая проблематика здесь возникает, давайте на это обратим внимание. У нас до этого речь шла о высказывании, о речи, которые должны сопровождать определенный акт. Причем возможно, что это высказывание само по себе является актом. Там вот эта неясность так и осталась неясностью. Является отдельным чем-то или не является чем-то отдельным. Но само высказывание, оно ведь любое, любое высказывание, оно в каком смысле нуждается в интерпретации определенной, я же должен его понять определенным образом. Понятно, что есть высказывания, которые являются однозначными и не вызывающими никаких сомнений, хотя это тоже вопрос, есть ли такие высказывания. Но есть высказывания, которые заведомо неполные, заведомо не имеют однозначности. И тогда у нас возникает, что тогда возникает необходимость контекста. Нам важно не только высказывание, но и контекст. Нужна ситуация, которая вместе со словом образует однозначное высказывание. Однозначность высказывания иногда определяется не самими словами, а контекстом. Я думаю, что вы легко домыслите, что это значит на метафорическом уровне. Если Бог обращается к народу, к народу Израиле, к народу, то, что он говорит, оно однозначно или нет. Можно ли понять это как-то иначе? Можно ли это понимать, например, исходя из ситуации, необходимо воссоздание контекста, можно даже дойти до того, чтобы сказать, что слово вне контекста всегда является неоднозначным, и оно всегда должно дополняться некой ситуации, неким контекстом. Это та проблематика, которую сейчас затронул по сути дела Рафпапа своим замечанием. Само замечание выглядит, как и предыдущее, оно выглядит хитрологическим, назовем это так, так же, как он обратился, а с другой стороны, он поднимает вопрос, который является в каком-то смысле общетеоретическим вопросом, то есть вопросом заключения слова. Если говорить про появление Назира, оно тоже, наверное, не случайно, ведь кто, собственно говоря, такой Назир? Назир – это выскочка. Он говорит о том, что вот есть закон, вот он дан. Он говорит, я беру на себя еще больше. Когда он говорит, что я беру на себя еще больше, это означает то, что он в каком смысле навязывается, то есть он представляет из себя какого-то исключительного субъекта отношений с законом или, возможно, с Богом и тем самым как бы подвигает дело к тому, что может возникнуть некий иной иной субъект. Вот есть народ, а в этом народе есть еще Назиры, которые сказали, вот мы покруче будем, а мы не просто закон соблюдаем, мы еще и вот так его соблюдаем гораздо лучше. И это произошло ведь исторически, правда? То есть нам достаточно вспомнить о секте Иссеев, например, которые, собственно говоря, и были своего рода Назирами, которые собственно образовали определенного рода субъект, и они себя и называли невестами Бога. Значит, вопрос, Марина задает, человек ведь может назначить посланца для обучения, поэтому можно подумать, что он имеет в виду не себя, а пославшего его. Возможно, из-за этого контекст более неоднозначен, чем Сназирова. Ну да, безусловно, не только поэтому, то есть мы пока не знаем, мы могли бы ответить, что если это он, то он, если это посланец, то он обязан сказать, что ты ему, то есть если человек послал посланца, то тогда слова посланца не могут быть неоднозначными. Если это сам человек говорит, он стоит перед лицом этой женщины и говорит, ты помолвлен, мы можем сказать, что вот сама ситуация нам помогает добавить вот это слово мне. А если это его посланец, и он не говорит ему, то тогда конечно, тогда совсем получается дикая история, потому что непонятно кому она накудешит, это он посланцу или тому, кто его послан. Или я спрошу, вы приводили пример христианства, где некоторые вещи акцентированные, что касается слова и контекста, то нет такого, что христианство как раз стремится сделать слово абсолютно вне зависимости от контекста. Ну, да, есть безусловно такое, что по сути дела происходит именно абсолютизация слова, но эта абсолютизация слова, она же, если иметь в виду иудиохристианскую полемику и говорить просто об отношении как бы к слову, это происходит следующее, то есть вот слово с точки зрения христианства, которое дано, которое в каком-то смысле умирает и воскресает. Воскресшее слово само по себе это и есть метафора взаимодействия с небом, то есть у нас слово воскресло благодаря чему? Благодаря божественному вмешательству. Если бы не божественное вмешательство, оно бы умерло. В этом смысле слово данное человеку, если человек начинает владеть этим словом, то оно как бы получается умирает. Но умирает возможно именно в силу того, что оно не является однозначным. Не однозначным является слово человека, а божественное слово является однозначным. И вот эта однозначность проясняется, она проясняется за счет вот той жертвы и воскрешения собственно говоря слова. это христианская позиция, и тогда получается, что мне не нужно ничего доказывать, ему само себя прояснило это слово, то есть оно стало ясно. Естественно, что иудеи в ответ как раз говорят иное, то есть что иное. Иное состоит в том, что любое слово, в том числе слово божественное, оно нуждается в прояснении. Это прояснение возложено не на небо, а на человека. Человек является проясняющим это слово, и он может прояснять это слово благодаря чему. Два варианта есть у него, то есть вот здесь говорится о контексте, то есть контекстуальность является проясняющей, а можно сказать и иначе, можно сказать, что мы можем догадываться, вот это ядаем мухихот или ядаем ломахихот, говорит о том, что когда Раф Папа говорит о Шмуэле, а является ли он приверженцем того, что недоказывающие руки тоже годятся. Независимо от того, какой будет ответ, у нас появляется представление о том, что в среде еврейской есть те, кто полагает, что такое возможно. Недоказывающие руки, недоказывающие руки, предположим, что речь идет именно о речевых актах, то есть недоказывающие слова тоже годятся. Почему? Потому что я их додумываю, мне дана возможность их додумать. Почему? Это уж другой вопрос, потому что я хороший интерпретатор или еще что-то такое, то есть я могу проинтерпретировать эти слова. Если у меня есть контекст, который делает их однозначными, как Шмуэль говорит, то это другая история, то есть это история относительно того, как проясняются эти слова, не мною. И Шмуэль с этой точки зрения трактата «Назир», он не признает недоказывающих рук, он признает только доказывающие руки. Доказывающие руки это означает однозначность, которая возникает благодаря контексту. Давайте посмотрим, что ответит на это нам. на этом модели. Приходится говорить, а здесь, то есть в нашей ситуации, в нашей ситуации мы о чем говорим? В нашей ситуации это вот здесь, да? Какой случай мы рассматриваем? То есть, опять же, прояснение ситуации идет. Де Амарли, неодон сказал мне, мы каждый раз удивляемся, там он берет и переиначивает то, что было сказано, и Рахима, Камашмадан. То есть, поскольку нельзя себе представить, что Шмуэль был приверженцем недоказывающих рук, недоказывающих слов, неоднозначности, то нам приходится сказать, что на самом деле он сказал мне. Просто, значит, Барайта была приведена с выпадением вот этого самого мне. Ну, тогда там он говорит, ну, если так, то тогда вообще непонятно, зачем тогда вообще это говорить, потому что тогда же все ясно. Ганн Илишний, Батр и Камашмадан. И нам говорится следующее, что на самом деле то, что важно, важна вторая часть. Первая часть, да, ты мне посвящена, ты со мной помолвлена, ты моя жена, не это, да, то есть там была моя, была моя. Обращайте внимание, что Шмуэль там пропустил, там была моя, Шмуэль за однозначность и так далее. А зачем тогда он все это говорил? А он это говорил для второй части. Вторая часть была о чем? Была о том, что мужчина не может себя посвятить женщине и не может себя отогнать от женщины. Он должен женщину посвятить себе и если разводится, отогнать ее от себя. Гах возьмет человек женщину, мы помним, да, этот стих у нас уже звучал, когда возьмет женщину. Гемара дает объяснение там Ах Актив написано если возьмет мужчина женщину, а не себя возьмет, чтобы ей дать. Виах Актив Ви Шилха А также написано про развод и отошлет ее из своего дома, а не отошлет себя из собственного дома или вот нее. То есть в итоге нам после вот этого заключения Рама Папы что говорят? В заключении Рама Папы нам говорят, что на самом деле высказывание Шмуэля оно было приведено не для того, чтобы подчеркнуть вот эту хитрость неясности произнесения и мне было там важность высказывания Шмуэля она в том, что мужчина посвящает себе женщину, а не себя посвящает женщине, и мужчина прогоняет себе женщину, а не уходит от женщины. В этом суть высказывания Шмуэля, и поэтому типа не придирайся. И мы могли бы сказать, ну хорошо, хорошо, а зачем тогда? Опять все тот же самый вопрос, зачем же тогда была приведена вот эта вся симкопа своеобразная с этим высказыванием Рава Папы, который хитрым образом здесь приколол Шмуэля, вспомнив о том, что в другом месте Шмуэль точно хочет знать все доподлинно. Извиняюсь. Да, я извиняюсь. Да, так что я говорил, зачем была эта симкопа? То есть эта симкопа с Равом Папой и его замечанием привели нас к чему? Привели нас к этому положению относительно того, что слово проясняет себя само или слово проясняется контекстуально. Если бы Рав Папа не спросил этого, то у нас как бы и не было этого ничего. А тут появился Назир, тематика Назира как исключительного субъекта для претендующего на исключение и сама по себе проблематика как бы слова как такового и его значимости. То есть оно должно быть однозначно или оно может быть однозначно вкупе с ситуацией или оно может быть вообще неоднозначно. Эта неоднозначность не отменяет этого слова. Какого слова? Например, слово «ты помолвлены», если оно обращено к народу. Или «ты отделенный народ». «ты народ кадуш». Ну, хорошо, значит, мы сейчас остановимся на этом. не будем начинать следующую судьбу, которая, в общем, продолжает, как вы видите, заниматься анализом того высказывания, которое должно быть при посвящении женщины «вот ты, моя жена», и так далее. мы начнем уже в следующий раз. Нарус, есть вопросы? Есть, есть вопросы, давайте. Нет вопросов. Нет, подожди секундочку, если можно. У меня есть некоторый вопрос. Да, хорошо. Если он тебе покажется самым общим, глупым и так дальше, ты можешь его просто... Нет глупых вопросов у нас не бывает. Окей, значит, смотри, я сейчас не про технику, вот особенно в этом трактатике души, из твоего общего понимания, да, я не знаю, красную линию проходит, как бы, я не хочу упоминать ругательное слово «феминизм», да, мы его, как бы, не употребляем, но вот это вот совершенно непропорциональное отношение, неравенство между полами, правильно, то есть он ее берет, он к ней вкупит, все время вот эта вот тема, правильно? Да. И дальше, вот вопрос, вопрос вот в чем, по твоему мнению, насколько это, я не хочу сказать «дань», насколько это, как бы, вписывается в общее отношение к женщине, принятое в то время, скажем так, либо это все-таки действительно укоренено еврейской традицией, и в этом есть, как бы, религиозный смысл. Акадушбару, фу, мы говорим «он», не анахалила, правильно? То есть, как бы, есть гендерность изначально? Есть шхена, почему? Есть шхена. А, шхена, сабаба, окей, бессандр отбил. Ну, хорошо, тогда вот такой вопрос. Это можно как-то объяснить? Это можно легко объяснить, я даже несколько раз это объяснял, может быть, в разных других, при наших других встречах. То есть, безусловно, можно говорить о исторической эпохе, когда вместо женщины было такое, такое, такое. Мне кажется, что этот ответ, он может и правильный, но неинтересный. Но ты прав совершенно, что восприятие, иудейское восприятие, не только иудейское, то есть, любых культур, в которых существует определенного рода мифологемы, отношение полов, оно основано на соответствующем мифе. В данном случае, что мы имеем? Мы имеем определенного рода метафорику, о которой я все время говорю. То есть, есть Бог, он мужчина, есть народ Израиля, он женщина. Она усложняется, потому что у Бога есть невеста, Тора. Народ Израиля является мужчиной по отношению к Торе. Есть земля, которая является женским образом. Народ Израиля получает в невесты эту самую землю. Все время путаются в каком-то смысле, да, вот эта путаница гендерная, гендерная, как мы бы ее сегодня назвали, она, собственно говоря, и составляет сложность этой метафорики. На самом деле, глубинным образом мужское воспринимается как способность давать, женское как способность получать. поэтому есть принципиальное неравенство, способность давать и способность получать, это разные вещи. Мудрецы Талмуда себя часто характеризуют как женщины, тогда, когда они получают Тору. А вот Израиль, когда получает Тору, он тоже женщина. А когда они учат кого-то, то они превращаются в мужчину. И репрезентация вот этих отношений, отношения давать и получать, оно происходит и в отношениях каждодневных между мужчиной и женщиной. Окей. Но это сложно в силу того, что у нас метафорика крутится, то есть она неоднозначна, получается некая сложность. Но с этой сложностью мне кажется и связан интерес к этому вопросу. Одну только фразу может быть для тех, кто не присутствовал не знают. Но это такая бытовая вещь. Интересно, я много раз присутствовал на свадьбах в последнее время, хупа. Вот очень принято даже у религиозных, но понятно, что это не хоридим, когда для того, чтобы как-то выправить ситуацию, после того, как он ей надел кольцо, она говорит, ты мне посвящен, она одевает ему кольцо и пятое-десятое. То есть народ как-то чувствует вот этот зазор, понимаешь? Ну, это не чувствует зазора, это просто веяние времени, которое не принимает, не понимает этой метафорики. В этом проблема. там проблема. Постоянем всем объяснить. Да, Илья. Окей, Илья. Да, у меня с самого начала был вопрос тоже в продолжении тематики, но он с обратного конца. Ответ вашей традиции в том, что ничего страшного, каждый находится в своей роли и народ Израиля находится в своей роли по сравнению с другими народами тоже. То есть у каждого просто так случилось, что у каждого своя роль. когда-то получать, когда-то отдавать. Но в целом все равно на мой взгляд получается некая иерархия. То есть когда мы с Господом это одно, то есть мы как бы первое звено. Когда мы с женщиной дальше уже транслируем вниз и несмотря на то, что вроде бы все равны и кто-то когда-то отдает и принимает, мы все равны, но кто-то ровнее. Как в современной общественно-политической жизни воспринимается этот тезис, я просто не очень слежу. Я живу не в Израиле, поэтому не знаю, как. Ну, это как раз не с другого, а с того же самого конца, что и Натан спросил. То есть действительно не только сегодня, то есть сам по себе процесс, который условно можно было бы назвать эмансипацией женщины и так далее, понятно, что это оказывает сильнейшее влияние на самые разные сферы еврейской культуры, но начиная по крайней мере с нового времени. Место женщины, как оно должно быть, что, чего, можно ли изучать Тору, то есть всяческие борения, а нужно ли надевать тфелин, женщина борется за это и так далее. То есть это все оказывает определенное влияние, безусловно, но проблема как бы в чем? Ну, не проблема, она, собственно говоря, постоянная проблема. То есть тот, кто не видит, то есть тот, кто не смотрит глазами мифологическими, так их назовем, он не видит того, что репрезентируют эти отношения. И поэтому есть процессы социальные, социокультурные и так далее, которые в это вмешиваются. Можно ли их попробовать переосмыслить каким-то образом и встроить в рамки мифологемы, это была бы задача, по идее, не знаю, лидеров иудаизма. Но некоторые из этих лидеров берут на себя эту задачу, их не так уж мало. Некоторые не берут. То есть есть, не знаю, там какой-нибудь Даниил Боярин, он говорит, да, такой очень крупный исследователь полномодической литературы, который сам себя называет феминистом и пишет книги, которые определенным образом показывают еврейскую, палмудическую в том числе литературу, с другого как бы Бога, Бога и так далее. Он вносит свой вклад в то, что произошло такое переосмыслие. Происходит, например, в религиозном псионизме. У нас буквально за последние лет 50 возникли женские шивы, где девушки учат талмуд наряду с мальчиками, это считается круто и так далее. Как говорит Натан, действительно есть целый ряд всяких процедур, чисто светских, где мужчина подчеркивает роль женщины и так далее. Ну и вот эти раввины, например, направления modern orthodox, они всячески подчеркивают в каком-то смысле равенство со своей женой, даже превосходство жены. То есть у меня, например, в деревне, в которой я жил, лоуншуте, когда я туда приехал, конечно, дрошот читали исключительно мужчины. Прошло буквально лет 20, и есть уроки, которые ведут женщины, и на эти уроки, которые ведут женщины, ходят мужчины. То есть это все сложные процессы, которые происходят по разным направлениям, что-то меняется и так далее, но эти перемены, они не всегда осмысляются тем образом, каким мудрец Талмуда видят вот эти самые роли. Роли мужского и женского, как я их назвал, давания, получания, смена этих ролей и их репрезентация, репрезентация в повседневной жизни. Потому что можно считать, что повседневная жизнь не должна это репрезентировать. Почему мы должны репрезентировать? Не обязательно репрезентировать, мы помним о том, что там это, а здесь давайте будем по-другому. Это уже сложности развития любой традиции и влияния тех перемен, которые происходят с культурой. Это очень сложный вопрос. На него сложно ответить. Однозначно много всего происходит. Еще маленький в ту же тему. Когда ты раскладываешь на получение давания, это символика понятно. Но даже исходя из самого слова Бааль, Баалут, это слово о владевании и владении. Опять же, то, что я говорил, пересчет на израильскую действительность, я очень часто встречаюсь с продвинутыми людьми, они не говорят Баали, а говорят Раити еще как-то. Потому что Бааль звучит очень грубо. Вопрос, да, но ты говорил на уровне давания и получения. Окей, это понятно, физиологически понятно и так дальше, но на уровне просто владения. На уровне владения у нас именно такой язык. У нас же такой язык. Выражает отношение. Кто Бааля Баит? Кто Бааля Баит? Это тот, кто овладел действительно этого. Совсем грубо, трахнул. Тот, кто меня трашил. Естественно, что это для современного уха звучит не очень, поэтому пытаются этого избегать. но сама по себе символика она тоже понятна. То есть если отношения мужчины с женщиной конкретные, они репрезентируют один из аспектов, это не все аспекты, но один из аспектов, потому что он может выступать и как Иш, мы же видели, да, сейчас он Иш и Бааль. И в самом писании есть, я твой Бааль, я твой Иш. Более того, говорится, когда я стану, тебе уже ты не будешь называть меня Бааль, а будешь называть меня Иш. Это есть у нас пророчества и такого рода. Это разные аспекты этого взаимоотношения. Если человек понимает эту символику и вкладывает ее в свои отношения, то они у него пронизаны ею. То есть он в определенном аспекте Бааль, в определенном аспекте Иш. И мы стремимся к тому, чтобы быть Иш, например. Но это не то же самое, что тривиальное просто возмущение. Понятно. Окей. Хорошо. Замечательно. Мы внесли свою лепту в разместение этих сложных вопросов. Окей. Все, дорогому. Господа, мы на этом заканчиваем. Хорошо? Да, счастливо. Окей. Всем счастливо. До свидания. До свидания. До свидания. Всем спасибо. Пока. Очень интересно. Пока. Спасибо. Пока. 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 Субтитры сделал DimaTorzok